Вы слушаете Русский час. В эфире Русский час. Русский час. Русский час. На волне 98,1 FM. Гость действительно необыкновенный, очень известный в области парикмахерского искусства. Имя ее Надя Фельдман. Надя родилась в России, в Подмосковье. С трех летнего возраста она проживала в Москве. Она там работала в лучших салонах парикмахерских, а затем в Аделаиде несколько лет. И вот уже в течение пяти лет трудится здесь, в нашем городе Брисбане. Добрый вечер, Надя. Здравствуйте, дорогие мои. Спасибо большое за приглашение. Вам большое спасибо, что вы пришли. И поговорим мы сегодня, конечно, о вашем искусстве. Вот, Надя, итак, вот маленькая девочка родилась в прекрасном Подмосковье и вдруг становится вот таким чудесным парикмахером. Как же так случилось, что вы стали парикмахером? Это есть в семье или что-то вас подвинуло? Какая-то необыкновенная любовь к этому искусству? Ну, это длинная история, но я постараюсь очень коротко. На самом деле я росла в Зеленограде. Это такой район Москвы, который был ответом американцам на строительство Силиконовой долины. То есть в 60-е годы там был построен целый такой город, который был полностью посвящен электронной промышленности. И все люди этого города работали в электронной промышленности. Я с самого детства смотрела на эти предприятия и понимала, что это совершенно не мое. Очень долго я размышляла, как же мне. Я не тот человек, который может годами, месяцами ходить, например, с 9 до 5 и делать вот одно и то же. Поэтому, когда я подросла, я вот в силу просто моих личных качеств, я нашла для себя, к счастью, такой выход, что я стала парикмахером. Потому что это профессия, которая несет в себе каждый день разнообразие. То есть вроде бы это как бы одна и та же работа, но каждый день ты встречаешься с разными людьми и видишь разные волосы, выполняешь разные окраски. И вот для меня вот это важно очень. Мне важно общаться. То есть я вот не могла бы сидеть и что-то там молча по 8 часов что-то такое делать. Я люблю людей. То есть вот вы приехали сюда уже такой готовый специалист, потому что я знаю много девочек, которые только здесь делают свои шаги в области парикмахерского дела. А вы вот уже просто готовый такой человек, специалист. Когда вы ехали в Австралию, вам было страшно или нет? Вы думали, а найду я там свою работу такую или нет? Нет, в плане профессии мне совершенно было не страшно, потому что у меня было очень хорошее образование. И я работала в очень хорошем салоне. Когда я говорю о хорошем салоне, я подразумеваю, что рядом со мной я просто работала в уникальном коллективе. То есть вокруг меня были мастера очень высокого мастерства, от которых я просто училась каждый день. И каждый день у нас было достаточно много в смене человек, у нас было 6 человек. И работа с каждой из них это был дополнительный тренинг. То есть ты видел, насколько они разные, да, потому что у нас очень многие... Они почти все были выпускниками Московского парикмахерского колледжа. Вот. Я передаю всем сейчас привет огромной Юле Кручниной Королёвой. Забыла имя позже, извините. Вот. Потому что этот колледж, он вообще готовит мастеров очень высокого ранга, да. Они обычно все уже преподавателями после окончания становятся. И вообще их очень видно. То есть когда ты их встречаешь в работе, ты видишь выпускников этого колледжа. Ну, плюс многие из них потом еще учились за границей, кто-то ездил в Англию учиться. То есть работа с ними, это само по себе было обучающим таким моментом очень большим. То есть вы ехали в Австралию, вы уже знали, что у вас все равно будет работа. И как вот случились эти первые шаги в Австралии? Вы сразу нашли работу, либо сразу открыли салон, вы приехали в Адалаиду. Что было дальше? Все было совершенно не так, как я себе представляла. Знаете, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот со мной было именно так. Потому что я неожиданно стала мамой второй раз. Это не входило в мои планы. А потом еще и третий раз. И тоже неожиданно. И поэтому я после первого ребенка... То есть мы прилетели сюда, когда ему было шесть недель всего. И когда ему исполнился годик, я нашла свою первую работу. Это было в Адалаиде, в самом прямом центре Адалаиде. И я там проработала, к сожалению, не так долго. Потому что я была беременна. И если бы я работала у них год, то им бы пришлось мне платить потом по уходу за ребенком. Но они себе этого не могли позволить. Поэтому мы с ними мирно договорились, что я ушла после пяти месяцев. И потом я уже не могла работать в салоне, потому что у меня было двое детей. И я уже стала работать на себя, стала себя рекламировать. И совмещала уже материнство с профессией. Вот первый парикмахер появился еще в далеком Египте 2000 лет до нашей эры. И в то время была такая знаменитая прическа Паш, которая в 50-е годы, 60-е годы в СССР стала очень популярной. Вот такую прическу вы делаете или что-то сейчас совершенно новое? Потому что я знаю, что и в 90-е годы вдруг вернулись все старые прически. Как сейчас вот с этим? Мне кажется, что это все время ходит по кругу. Потому что новые мастерства, мастера, они вдохновляются так или иначе предыдущими веками, искусством предыдущим. То есть мы как впитываем это все в себя, как-то это аккумулируем, как-то перерабатываем, пытаемся придать какое-то новое звучание, новый какой-то облик. Вот я помню, да, я помню, в нашей юности прически было нечто. Причем стрижки. И как только появлялась стрижка новая, мы сразу шли это непременно делать. Я помню, там были стрижки гавроши, мы все подстрились под гавроши и думали, что лучше стрижки уже быть не может. Потом появляется какой-то гвоздик, потом каре и так далее. Сейчас, в общем-то, так особо это не видно, что вот все это меняется. Да, мы живем в эпоху постмодернизма. Так вот все-таки есть модная, какая-то модная сейчас стрижка? Они, безусловно, все равно есть, да, потому что такие большие бренды, как, например, Вэлла, да, они каждый год проводят такой, у них есть фестиваль как бы трендовый, да, где можно посмотреть самые последние. Обычно это четыре, это все делится на четыре категории, четыре основных направления года. И вот в этих четырех направлениях они предоставляют какие-то работы и какие-то показы идут. То есть оно есть, безусловно, но опять же такие-то перепевки обычно уже чего-то такого предыдущего, просто попытки вот этому придать какое-то новое звучание. Потому что, ну, как бы, да, каре, оно популярно там, я не знаю, со времен, наверное, Марины Цвета или, да, которые, наверное, первые женщины в 20-х годах стали. Это было дерзко, да, потому что до этого в основном все женщины носили длинные волосы. И это, конечно, было такое что-то новое. Но вот с тех пор, мне кажется, что так или иначе это обыгрывается много. Раз по технике я могу сказать, что существует, ну, как минимум, несколько способов, да, простричь одну и ту же карлию. То есть вот только я владею, наверное, тремя или четырьмя способами, в общем-то, сделать одну и ту же стрижку. Там, то если мы о парикмахерском говорим, то там ты смотришь мастеров, которые показывают именно новую технику. Ну, в общем-то, стрижки того же самого. Стрижку здесь можно сделать. Но я столкнулась с тем, что прическу на длинные волосы практически сделать невозможно. Как правило, говорят, мы не работаем с длинными волосами. И вдруг я узнаю, что вот Надя работает с длинными волосами. Вы любите с длинными работать или все-таки предпочитаете подстричь женщину и пусть это будет? Нет, я очень люблю все аспекты моей работы. И длинные волосы – это большая такая большая часть парикмахерского искусства. Она, кстати, вы правы, совершенно отдельная. Она и в России отдельная. Просто у нас, ну, можно сказать, что у нас немножко другая история, да. То есть у нас в нашей традиции все-таки это делать, этому обучать, там, да. И у нас много мастериц, которые очень любят это делать. Я вот к себя к ним тоже отношу. Потому что мне всегда казалось, что без этого я не могу называться полностью парикмахером, да. То есть мне казалось, что вот этим тоже нужно овладеть. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что это действительно отдельная совершенно история. То есть вот в своей учебе я много раз видела, что есть парикмахеры, которые хорошо стригут, которые хорошо красят, но они при этом, например, не делают причесок. То есть это даже касается мастеров высокой очень квалификации. То есть если вы придете в Академии Долорес, да, там, они обычно готовят там команды, которые выступают потом за Россию, да, на мировых чемпионатах, которые представляют Россию. В разных категориях, там, мужской, женский заул, классика, длинные волосы. Так вот, люди, которые стригут и красят, это отдельная команда, а люди, которые делают длинные прически, это совершенно другая команда. И, как правило, те, кто красят и стригут, они не так хороши или вообще не хороши в длинных прическах. То есть это действительно такая отдельная тема? Согласна, да. Согласна, да. Очень быстро можно его собрать во что-то красивое. Какой-то волос очень гладкий, там уходит масса средств и времени на то, чтобы это вот зацепить. Да, очень-очень индивидуально. Тут нужно немножко, да, иметь набитую руку и не бояться. Вы слушаете «Русский час». Мы продолжаем разговор с нашей замечательной гостьей, с Надей Фельдман. Мы поговорили о прическе из длинных волос, поговорили о стрижках. И есть еще вот очень интересный момент. Это парики. Сейчас, я знаю, в Москве парики стали носить как шапки. В зимнюю погоду, в зимние морозы, и женщины имеют несколько париков и меняют. Вот мой вопрос. Как вы относитесь к парикам, раз? И второе. Вообще, можно ли подстригать парики? Вот что-то там длинное, и вдруг решил подстричь. Итак, как вы относитесь к парикам? Ну, знаю наш климат. В Рисбан, да. Я думаю, что достаточно трудно здесь ходить в парике. И очень короткий период это можно делать, наверное, только зимой у нас. Потому что у нас часто бывает, можно сказать, 36, и влажность 80%. И, конечно, будет очень трудно. То есть это молодость для российских женщин в основном? А для островидного месяца? Я бы сказала, да. Потому что, действительно, зима в России очень длинная, очень холодная. Там, да, и волосы укладываешь, и из-за влажности и плохой погоды укладка тут же теряется. А так ты одеваешь парик, и выглядишь очень красиво. В то же время он греет. Что он греет. А не малопашно в России. Скажите, а вот мнение тоже расходится. Некоторые специалисты, ну и женщины, которые носят парики, говорят, что самый хороший парик – это натуральные волосы. Другие говорят, нет, ни в коем случае, потому что он теряет форму. Какой лучший волос, который искусственный. Как, что вы скажете по этому поводу? Я на эту тему могу сказать, что я, конечно, не являюсь специалистом по парикам, потому что париками занимаются обычно вообще совершенно отдельные люди. Они, как правило, вообще не парикмахеры. Ну, на самом деле, у меня был немножко в курсе, в моем, в Академе Долорес. Немножко нам показывали, это называется пастиж. То есть нам показывали саму технику, вот как это делается. И есть, кстати, в России действительно отдельные специалисты, которые прямо вот этим любят ужно заниматься, любят обучать. И какая-то, может быть, часть парикмахеров этим увлекается. Вот, я нет, к сожалению, я никогда не делала саму непостиженную парики. И не подстригали парики? Я подстригала. И это действительно возможно? У меня была, конечно, а почему нет, это то же самое, абсолютно то же самое. Вот, у меня просто была та клиентка одна в Аделаиде. В Аделаиде у меня была клиентка, которая, она любит парики, у нее их много. Вот, Лариса Зиновьева, привет. Вот, и да, я немножко она купила, я что-то там не устраивала с челкой, он был очень густой, и его нужно было просто отправить. Также я красила, как минимум дважды я красила, тоже, опять же таки, обращались клиенты с тем, что они где-то по интернету покупали, и немножко несовпадение цвета, или там темнее, или светлее, и я тоже добавляла, ну, делала колорирование, то есть набирала какие-то пряди, да, красила вот тот оттенок, который они хотят. Вот, очень часто говорят... Но это, опять же таки, возможно, это все, мой опыт, это было натуральные волосы, то есть вот... Все-таки натуральные лучшие, да? Нет, я сейчас просто говорю об окрашивании, а стрижку можно на любом сделать, а вот красить, искусственный парик, там, сложно, там, ты не знаешь, как поведет себя этот волос при окрашивании. Вот, иногда парикмахеры говорят, что мы никогда не даем советов по прическе клиенту. Другие, наоборот, говорят, ну, я же вижу, что вот ей это не пойдет, а вот это будет хорошо. Как вы работаете? Даете советы? Или вот вы видите, что вот этому человеку вот только эта прическа? Я работаю так и так, потому что в зависимости от того, вот, я вижу, человек вообще, он нуждается в моем совете, будет он это слушать, вообще ему это интересно или нет. Я, типа, немножко нужно быть психологом, вернее, приходится быть психологом, вот, потому что... Ну, а есть люди, которые совершенно не хотят слушать, там, никакого твоего мнения, и ты делаешь то, что она просит, но даже видишь, что ей это не идет. Очень хорошо вы сказали, что приходится быть психологом, а вот в средние века парикмахеры были еще и хирургами, они еще занимались сбором... Сбором вырывали, вырывали зубы, занимались сбором трав, то есть лечением. Конечно, потому что это сейчас, эта химическая индустрия, она отдельна от нас, да, мы только... Ну, как она отдельна, она не отдельна, конечно, да, потому что все равно мы... Естественно, то есть, например, если ты работаешь там с Вэллой, да, то ты постоянно проходишь у них обучение, где тебе технолог очень подробно рассказывает там о всем новом, что у них вышло, как лучше пользоваться этой краской, как лучше этой краской, да, то есть это очень важная часть, просто огромная. Вот, ну, да, ну, просто я так подозреваю, что раньше этого же не было, да, и поэтому... А травы, на самом деле, прекрасно работают, да, то есть если вы будете споласкивать за отваром вот какой-то травы, волосы, я вас уверяю, если вы проделаете это месяц или два, у вас будут просто шикарные волосы. Просто мы все, ну, уже немножко ленивы стали, да. Вес не уходит за травы. А на самом деле это все работает, потому что у меня у самой просто была история, что я... мне сожгли, мне сделали химию в чародейке на Арбате, между прочим, вот. Сожгли химию и прям вот совсем сожгли, то есть я прям вышла, завязала хвостик и со слезами поехала домой. Вот, и я где-то месяца два, наверное, заваривала крапиву, и после вот мытья я споласкивала крапивой, и у меня был шикарный после этого волос, просто-просто шикарный. Вот вы как раз опередили мой вопрос, я хотела спросить о химии, потому что я помню 70-е годы, 80-е, это же было так популярно, и многие именно обгорали, вот, теряли волосы. Вообще сейчас есть такая вот прическа химическая, то есть завивка, или нет, есть? Ну, все равно есть. А как сейчас? Волосы не сгорают? Нет, ну, конечно, препараты с тех времен стали намного... И вы делаете тоже, да? Конечно, делаете. А вообще вы рекомендуете химию? Нет. Нет. Вот, очень хороший, честный вопрос. Нет. Почему? Почему? Потому что, ну, это можно, как бы, я знаю, вот, по опыту моей мамы, например, да, которая, моя мама, она такая вот советская женщина, которая, у нее такие волосы, как у меня, у нас не одинаковые совершенно, то есть хотелось объема всегда, хотелось, в общем, средств... Именно объем. Хорошо, вы скажете. Да, средств не было. Это сейчас я, вот, у меня, на самом деле, три волосины, да, но не скажешь, многие мне так говорят, да, потому что я, ну, есть, есть сейчас пены, есть лаки, да, и это можно все из шампуня и маски, которые, в общем, фен, опять же, таки, да, хорошие брашинги, и ты можешь, в общем, выполнить себя. А в то время ничего не было, ну, мало было, к сожалению, да? Ну, по вашим волосам не скажешь, что у вас три волосинки, у вас такая красивая прическа. Хорошо, как всегда много вопросов, и, конечно, бы хотелось узнать, как делать объем, но вот тут нам уже, коллеги показывают, как всегда наше драгоценное время завершается, и я хочу поблагодарить, конечно, Надю, вас. Спасибо вам огромное, девушки. Вы замечательные. Спасибо вам за теплую атмосферу дружескую, вообще за приглашение. Как всегда, не хватает времени, вопросов много, но я надолго с вами не прощаюсь, я думаю, снова встретимся, зададим вас, вам вопросы. Спасибо вам, Надя, что вы приходили к нам, ответили на вопросы. А мы с вами прощаемся, дорогие наши радиослушатели. Сегодня с вами у микрофона была Людмила Ларкина, Александра Чичаева, Елена Плохотник. А всем счастья. Спасибо огромное, ты так быстро пролетела. Спасибо всем, девочки. Спасибо.